Возведенный в память о тех, кто воевал в годы Первой мировой войны, этот объект по сей день называют величайшим. Тут проводились грандиозные мероприятия, включая две Олимпиады, состязались величайшие спортсмены, проходила папская месса и в разное время выступали три американских президента. И, конечно, с момента основания тут снимали кино. Сегодня СтопГи снято в Мемориальном Колизее Лос-Анджелеса. Колизей вместимостью 70 тысяч мест был построен в 1923 году без VIP-лот, за что долгое время его недолюбливали профессиональные команды. В 1923 году, когда Лос-Анджелес еще не был мегаполисом и в нем жили всего пара сотен тысяч человек, проект архитекторов Паркинсонов был, мягко говоря, впечатляющим. Кстати, пока мы снимаем программу, на стадионе, где недавно провели реконструкцию, добавив те самые места для VIP-персонов, вон они за моей спиной, идут последние приготовления к матчу Национальной футбольной лиги. Колизей принял свою первую Олимпиаду в 1932 году. Тогда же он расширился до 100 тысяч посадочных мест. В 1984 году Лос-Анджелесский Колизей становится вновь домом для олимпийцев, и это были те самые игры, которые бойкотировал Советский Союз. Много споров вызывали у жителей города вот эти скульптуры атлетов, созданные к Олимпиаде 1984, абсолютно голые и без голов. По словам автора, он вдохновлялся греческой скульптурой, а его моделями были два реальных атлета, но чтобы не было понятно, какой они расы, он решил сделать их без голов. Легендарный Колизей играл в кино немало ролей практически с момента открытия. Вот он, к примеру, в немой комедии «Колледж» Бастера Китона, снятый в 1927 году. Вы могли видеть Колизей в Симоне с Альпачино и в «Последнем бойскауте» с Брюсом Уиллисом, или в «Могучих утятах». А вот стадион в фильме «Небеса» могут подождать. Кино тут снимали и продолжают. Снимать действительно много – и художественное, и документальное. И, судя по всему, его популярность будет только расти, ведь, по слухам, именно он примет третью Олимпиаду, которая состоится в Лос-Анджелесе в 2028 году. Редактор субтитров А.Семкин